В Новосибирской области заработала горячая линия по коронавирусу. Всю информацию можно получить, позвонив по номеру 112. Как вернуть деньги за турпоездку, отмененную из-за пандемии? Сегодня это один из самых популярных вопросов, с которым новосибирцы обращаются к экспертам. Как защитить свои интересы, если отдых пришлось отменить, узнала Татьяна Кияева. София любит путешествовать по Европе. Самые яркие впечатления получает от новых поездок. Я была в прошлом году в Германии, в Польше, и вот сейчас мне дали в Италию визу, и мне кажется, она мне уже не понадобится. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, поэтому люди все чаще отказываются от приобретенных путевок. Туристический поток из России за границу упал на 60%. Я эту путевку вообще в Венецию покупала еще в январе, и тогда я не думала, что это так опасно будет. Мне родственники говорили, а сейчас уже, когда закрывают выезды, въезды в страну, я понимаю, что вряд ли я смогу туда поехать, и я думаю, смогут мне вообще вернуть эти деньги. Любой гражданин имеет право расторгнуть договор с туристическим агентством. Для этого, прежде всего, клиенту необходимо связаться с туроператором и назвать причину отмены поездки. Вложенные средства вернут, за исключением фактически понесенных расходов на выполнение договора. Ростуризм на своем сайте на сегодняшний момент предоставляет информацию о том, что если выкуплена путевка в КНР, Южную Корею, Иран и Италию, то граждане беспрепятственно могут полностью, в полном объеме вернуть деньги за вот эти туры. Новосибирские туроператоры на ситуацию реагируют спокойно. У наших землюков другие предпочтения. Многие от отпуска за рубежом не отказываются, покупают билеты по невозвратным тарифам и на чартерные рейсы. На самом деле Китай, Иран, Корея – это не колоссально. У нас здесь основная емкость рынка – это Таиланд, Вьетнам, Чехия, Арабский Эмират. Все это пока летает. Сокращения в нашем регионе, они не такие значительные. На российских направлениях пока не сезон, но туроператоры прогнозируют, что в скором времени повышение курса доллара наверняка приведет к увеличению спроса на поездки по России. Продолжение следует...